Всем доброго времени суток, меня зовут Vanguard, и мы продолжим играть в Vincenity. Извиняюсь, что с прошлой серии прошла целая неделя. Что-то у меня совсем занятыми выдались дни. Я множество раз хотел записать, но у меня просто не получалось, или из-за дела, или просто из-за слишком сильной усталости. Но сейчас вот всё-таки с утра выделил часик, и то мне уезжать скоро. Так что давайте в темпе, так сказать. Вряд ли вы думали, что услышите такие слова на этом канале, но тем не менее. В любом случае, вряд ли кто-то очень скучал, потому что просмотров не то, что очень много. Как бы то ни было, теперь мы внезапно играем за Кёка, которая очень похожа на дочь хозяина особняка. У неё было очень много друзей, с которыми она вошла сюда во взрослую жизнь, но она всех их постепенно растеряла. И теперь пытается найти снова. Я могу её понять, и даже пособолезновать. Надеюсь, у неё будет больше успеха в том, чтобы отыскать за нос их друзей, чем у меня. Также мы всё ещё можем играть за Кески. Который уединился с молодым человеком в очень тесном замкнутом пространстве. Интересно, чем же они там занимаются? Мы можем, собственно говоря, узнать за Сафих, поговорить друг с другом. А может и не только поговорить. Но тем не менее, Австралия. А что начинается на Aircraft? Так, они играют слова. Серьёзно, Накуб, блин, как же Кейски унижает Юкия? Что за буллинг? Я не знаю, что он назвал за слово, но у тебя такая-то еда, потому что за ней следует фраза «Я голоден». Да больше не будем играть в Шритори. Что задница начинает болеть. Так, Господи, почему это она так начала болеть? Что произошло? Юкия, что вы там такое сделали? Ну ты в порядке? Можешь опереться на мои бёдра? Нет, спасибо. О, ну же, они мягкие и комфортные. Как я сказал, нет, спасибо. Он все ещё сопротивляется, но... Но он ещё не понимает, что ему не избежать выхода из шкафа, если он хочет продолжить своё приключение. Эй, так ты, Кёко, встречаетесь? Юкия прощупывает почву, мы не встречаемся. О, серьёзно? Разве вы не очень хорошо водите? Были друзья из детского отсада. Что касается Рёджи тоже, но не вижу, чтобы ты спрашивал о нём. А стоит, я так понимаю? Ну, я знал, что она, типа, выдвое дружелюбнее, чем обычные друзья детства. Тогда, может, это ещё есть кто-то тебе нравится? Скажи мне, скажи. Ну что, классовое путешествие. А, тут так жарко. Почему я должен, как забыл, запер здесь своей жирной жопой? Не суди меня за мой вес, мужик. И, слушай, ещё раз, если так же, как и ты. Разве грубосила не может с Лёгкостью вскрыть эту дверь? Ну, я имею в виду, если ты осторожный, то весь шкаф может опрокинуться, ты знаешь. А нам, правда, будет конец, верно? А, проклятие. Они поговорили на славу. Шиппинг, так сказать, интенсифайс. Я уже чувствую химию между ними. Или даже, вот, может, какие-то искры. Но, кстати, надо поосторожнее. Нам не нужен пожарный шкаф. Ладно, давайте лучше поиграем в закёк. Пока эти мысли совсем нас не увели куда-то не в ту степь. Хотя, возможно, кто-то скажет, что это как раз та степь, которая надо... Вот это ожерелье Риха. То, которое он получил от Рёджа. Она всегда носит его на удачу. Интересно, где она, в самом деле, все это время была? Что ни Кента, ни Кейски с ней не пересеклись? Или это продолжение сразу после того, как она выбежала из комнаты? Тогда у нас, получается, в разном промежутке времени происходят эти две параллельные ситуации. Если это здесь что-то случилось с Риха, я уверен, с ней все хорошо. Ладно, теперь у нас есть ожерелье. Хм, интересно, какие еще трофеи войны мы можем получить из этого дома? В конце концов, может, друзья, и все. Надо круто, что пропадать. У нас есть карта. У нас ничего нет. У Риха нет ничего. Так, я не Риха. У Риха тоже теперь ничего нет. Я Келка, но от этого мне вещей не прибавилось. Конечно, проблема в том, что все-таки каждый раз надо заново все осмотреть, все комнаты, чтобы понять, что же делать дальше. Поэтому, честно говоря, явно не буду никого судить, кто предпочит тут играть с гайдом, как я. Я себя лично не осуждаю. Отличный ван, может, себе лучше набрать. Там ванночки с пеной, наслаждаться там, ждать, пока нас не спасут. Ну, наверное, нас не спасут, но, по крайней мере, когда нас найдут, наше мертвое тело, по крайней мере, мы будем лежать в очень красивом виде в этой ванной. Недаром же. Это такой популярный способ самоубийства, перезать веной ванной. Так, ладно, о чем это мы? Я не знаю, почему я начал об этом говорить. Тут нет никакой пропаганды. Я вам запрещаю это делать. В любом случае, этот молодой человек, в принципе, может помочь нам и без ванной, я думаю. Если уж нам так надоело жить. Извините меня, вы сюда забрели? Как долго вы здесь были? Тот странный человек в этом доме, тут опасно. Так что, на ноги с моими друзьями-то пахли. Интересно, очень уверен, что это все-таки другой человек. Может, у него спина добрая? Вы должны уйти как можно скорее. А? Может быть, вы есть этот странный человек? Да нет, нет, что вы, что вы. Даже этот человек, который напал на рюджи, у него был нож. Он просто повар. Кто-то и должен нарезать огурчики. Нет, не подходите ко мне. Блин. Похоже, сейчас буду нарезать не огурчики, а колбаску. Так. Нет, мы потеряли шапку. Только не шапка. Шапка была самая крутая, что была у нас. Эмико. О? Эмико. Эмико. Ну да, похоже. Было высокое предположение, что Кёка на самом деле не эта дочь. Потому что она умерла, как мы знаем, просто очень на нее похоже. Но это не исключает факта, что она может жить второй потерянной дочерью. Эмико, это я. Ты меня узнаешь? Эмико. Эмико. Эмико, слава небесам. Я все-таки не ошибался. Эмико, я так рад среди тебя снова. Прохладно из этого дождя, да? Пей чай, он тебя согреет. Блин, на самом деле очень добрый мужчина, когда убирает нож подальше. Идет вот только легит изготовления сэндвичей. Или что-то подобное. Он, должно быть, принял меня ошибочно за кого-то. Кого-то, кто жил в этом особняке, я уверен. Мне сказать ему, что он неправ. Но у него нож может и плохо раздражать его. Я, наверное, помолчу. Довольно умная мысль. Как говорится, молчание золото. Прости, у меня не было апельсинового чая. Я давно не ходил купить чай. Я решила Янаса, приобрести его тебе позже. Разве Янаса не умер? А, ну он же все-таки собирается всех воскресить. Удобно. Тупра была одинока с тех пор, как ты ушла. Твоя мать, Янаса, Токахаша, Ямада, все были подаплены. Сейчас их нет здесь. Но ты очень скоро их увидишь. Наверное, они будут счастливы тебя видеть. Мы все отпразднуем вместе. А, верно. Мисс Ямада уволилась. Та, что мне придется пригласить ее. Для нашего маленького празднования. Моя мать. Он думает, я его дочь. Я выгляжу настолько похожа на нее. Но кто не может определить его собственного ребенка? Кажется таким отличащим из того, что раньше. Кажется таким добрым человеком. Может, я рисую нормально с ним поговорить? Да, я не должна его обманывать. Я скажу ему правду. Может, не надо? Извините меня. Я хотел сказать, собрали ли меня за кого-то еще. Я не Эмика. Меня зовут Кёка Мьяшито. Я думаю, это наша первая встреча. Все хорошо. Я понимаю. Только что проснулась. Я тут все еще запутана. Не переживай. Ты скоро все вспомнишь. И тебе скоро удастся встретиться с твоей матерью и слугами. Нет, это не так. Я правда не Эмика. Я не знаю вас. Это грубо. Перед вашей дочерью думают, что я она. Эмика, пожалуйста, не говори такие вещи. Ты же ненавидишься его отца. Правда, потребовалось время. Но я рода так долго брал, чтобы встретить тебя. Я знаю, Эмика. Я покажу тебе кое-что хорошее. Как только ты это увидишь, а то, что ты вспомнишь. Тоже плохое воспоминание. Но ты должен знать об этом. Увижу что. Теперь пойдем, поедись со своим отцом. Я отойду тебя в мою подземную лабораторию. Это в особняке есть подземелье. Все остальные тоже спустились туда. Интересно. А, вот тут. А, да, да, да. Тут должен был быть второй проход. Пойдем. Смотри под ноги на лестнице. А, тут нельзя сохран... Нет, тут может сохраниться. После я еще не отошел, видимо, от стрима пока рассыпать. И, кстати, надо бы следующий уже провести. Заперто. Но ведь откроется еще, верно? А мне уж пока последовать за ним. Что это? Да, мы решили уже эту загадку. Теар таблица Менделеева сможет снова уйти из моей жизни. Да, химию не очень любил, потому что я в ней не разбирался. Сюда. Пойдем, Эмика. Но я не Эмика, папа. Теперь ты, Эмика. Посмотри, Эмика, это компиляция всех моих исследований и вещей, которые спасли тебя из ада. Блин, довольно плохо бы мне думает. Ведь я могла отправиться и в рай, нет? Разве я сделал что-то столько плохое? Слушай, не убирал игрушки. Что это? Какое-то лекарство. Это зелье воскрешение я сделал то, потому что я не мог не хотеть встретиться с тобой. Изначально это был твой, получается, прадедушка, кто изначально разработал идею для зелья. С улучшением, за улучшением, наконец-то, был достигнут желаемый эффект. Воскрешение? Вы серьезно? Что-то сомневаешься у меня. Ты сама доказательства успеха моих исследований. А? Я? Что ж, в таком случае я покажу тебе еще, что это зелье может сделать. Пойдем со мной. Блин, жесть экскурсия, конечно, увлекательная. Все показывают. Вот это туры. Совершенно бесплатно. Спасти Эмика зельмское решение? Должно быть, значит, что Эмика мертва. Убежден, что я Эмика. Я думаю, что зелье вернуло ее на своих жизни. Ой, извиняюсь. Да, прошу прощения перед теми, кто заскамил, кто решил, что их телеграмм решил отозваться. Я серьезно. Не, я сам такого не ожидал. Скример был еще тот. Да, он обижнешь Эмика, и он думает, что это зелье вернуло ее назад к жизни. Это немыслимо. Еще как мыслимо. Он кажется, здоровый сейчас, здоровый мысль, очень разумный, но этот человек не может быть в своем уме. Разве это опасно следовать за ним? Что он имеет в виду? Покажи мне, что его зелье может сделать. Что он собирается делать? А, может быть, он собирается воскресить Кентом? Может, его трубка как раз очень удобно валяется. Так. За этих ребят можешь что-нибудь сделать? Блин. Ну, блин, эта дверь слишком крепкая. Что бы я ни делал, не поддается. Раз, знаете, можешь уже прийти и открыть ее? Эй, Юки, я знаю, ты сбежал от этого чудака, я спрятался в этом шкафу, но перед этим как ты упал в подвал. Не можешь ли легко найти такой проход? Я раз не говорю тебе, ждать с Кёка. Ам. Ну, нет, смысл раскрывать это. Я знал об этом подвале. Ну, или, по крайней мере, я слышал о нем. Где-то около год назад моя бабушка была слугой здесь. Слугая миссис Ямада, она была твоей бабушкой? Блин, я ей не понял, я не обратил внимания, хоть знака фамилия, что ли? Бабуля работала там в особняке, а перед тем, как я родился. Но не было все одно время, она приезжала ко мне и разговаривала о самых разных вещах. Она сказала мне, что там в доме был подвал, который когда-то был бомбоубежищем, и что были входы в него в камине и комнате, где жили слуги. Я смог найти камин, но я нашел проход в комнате слуг. То есть, то углубление в стене, да? Я пыталась проверить, были там какие-то механизмы в стене, но просто хотел открыть. Что-то я тишине сказал вам, ребята. Ну да, теперь я понимаю. Ну почему вообще скрутился сюда? Мы ищем выход. Ты думал, что он тоже будет здесь? Не, на самом деле нет, у меня было кое-какой отделки, которой нужно заняться. Ну что, я щитил, мужик. Конечно, постарался, найдя проход внутрь. Я почитал про этот особняк, и я догадался, где может быть выход, ведущий наружу в подвал. Точнее, подумал, что может быть выход, ведущий наружу в подвал. Выход? Ну да, я думаю, бабуля сказала, что в подвале есть прямой путь наружу. Это было из-за этого сделали медицинское учреждение для исследования с клетками, чтобы удерживать животных, которые проводятся тесты. Так, чтобы был вход служебный, который использовался, чтобы животные попадали напрямую под землю. Верн, что или я сказал, что это была просто лестница, когда это было бомбоубежище, но теперь это превратилось в лифт. Ну не знаю, работа ли он все еще. Понятно. Рад, что это не потраченные зря усилия. Выберемся и быстро найдем этот лифт. Хорошо, перо закончен. Продолжай пинать дверь. Мои ноги уже меня убивают. Или задохнуться, или умереть от голода, или сбежать. Выбирай. Я знаю, я знаю, да просто приступим к этому тогда. Блин, не снова все. Ладно, не перешли в деловой режим. Больше никаких, никакого инуэнда. Больше никаких афемизмов. Блин, мы шапку потеряли, я не могу уже без шапки. Но я не знаю, кстати, знали ли мы фамилию Юки. Может, лобник возьмем? Нет. Нет. Вот. Вот мы здесь. Яр, пойдем. Ты будешь поражена, увидев эффективность моего зелия. А не, погодите, разве не идет в комнату со шкафом, или... Стоп. Я не помню, что планировку. По-моему, тут вообще не были. Нет, не убивайте меня. Это Риха? Риха. Кикелка? Риха, почему ты здесь? Этот парень запал на меня. Когда я шла в себя, я была здесь. Что ты стараешься делать с ней? Зачем тебе это делать? Она в тура восьмой дом. Красил, чтобы украсть мои потрясающие исследования. Поэтому я схватил ее. Кикелка, помоги мне. Важно стараться убить меня. Как труп в столовой. Этот человек. Вы убили его. Ты имеешь в виду я насы? Все хорошо. Не беспокойся. Он скоро проснется. Я уже вил зелье. То, что использовал на тебе. Ах. И такахаши тоже. Хотя я подозреваю подрес время, чтобы ее плоть восстановилась. Оу. Не густо же от нее осталось. Не жаль, она столько давно была убита. Думаете, что это вернется к жизни? Тупо молодой некромант. Это явно не произойдет. Ввиду она мертва. Она от нее кости остались. Разве не сказать ей? Мое зелье с крышей будет идти на идеала. Ты и историю успеха, Эммика. Но от Эммика-то вообще, по-моему, остался только прах. Так что, конечно, скелет это явно более простая задача. Неверно. Веселье воскрешения, это полная чушь. Нельзя возвращать мертвых назад к жизни. Разве не очевидно? Мертвых можно воскресить. Как можете это верить? Вы сумасшедший. Совершенно сумасшедший. Блин, мне кажется, говорить сумасшедшему человеку, что он сумасшедший, это очень плохая идея. Эммика-то, наоборот, могла бы пойти за его историей, как-то попытаться ему запудрить мозги. Но это явно лучше, чем прямая конфронтация, в которой она не сможет выйти победителем. В принципе, конечно, не стоит ожидать, что подростки в такой, ну, критической ситуации будут мыслить рационально. Я бы, наверное, не мыслил. Но, тем не менее, сидя здесь, в комфорте своей комнаты, я, конечно, просто поражаюсь. Чисто мем, слабоуме и отвага. Я, конечно, извиняюсь, но это так, но храбрости мне действительно хватает. Или это все-таки говорит страх? Эммика, не так я тебя воспитывал. Ты говоришь те же вещи, что так ахаши, твоя мать. Твой отец сделал это все для тебя, потому что я хотел увидеться с тобой. Я докажу эффект моего зелья. Она послужит демонстрации. Нет! Спасибо, Кёка. Так, нужно спасти ее. Раз уж мы решили проходить на положительную концовку. Не трогай, Риха. Им позволите убить свою лучшую подругу. Кёка. Эммика, что ты делаешь? Я не Эммика. Я не твоя дочь. Пойми уже реальность. Ты убийца. Ты улучшешь нас за это исследованием. Ты просто убегаешь от болезненной истины, которую не можешь признать. Ты просто шел с ума. Не аж в каком-то отчаянии ты можешь вернуть мертвых. Твоя дочь не сможет вернуться. Ты правда не Эммика? Тогда мои исследования. Кто ты что-то сделал с моей дочерью Эммика? Ты дочь мертва, разве нет? Я больше нет. Она не вернется. Ты улучшешь? Нет, она скоро вернется. Эммика бы не оставила меня. Она сказала. Она пошла по магазинам с ее подругой. И затем Эммика, моя жена, Мивака, куда она делась? Янаса и Токахаши исчезли. Исчезли, исчезли? Почему? Дай. Верни мою семью. Кёка, беги. А куда бежать? Может сюда? Нет! Вот это был ивейт, конечно. Вам вред, парни. Вы как раз вовремя. Фуф, наконец-то выбрались. Они еще не знают, что их ждет. Кейски, Юки. Кёка, когда я попал в подвал. Пожалуйста, помогите мне. Меня расследует кто-то с ножом. А этот парень? Нас больше. Мы можем одолеть одно маняка с ножом. Правда, вон я думаю, вряд ли кто-то хочет подставляться под нож. Я спрячусь. Подож... Кейски. Ничего, сейчас Кейски покажет свою крутость с выхладнокровием. Просто устроили на него засаду. А? Эй, постановись. Отойди. Кейски. Юки. Тоже, помоги его держать. Юки. Наши Дикейски он. Хочешь терял сознание. Я даже на столько сил не ударил. Слабак. В порядке. Я же не говорю по голове, верно? Не говори мне, что он мертв. Это бы не убило парня. Надо же скоро проснуться. Пока я заберу этот нож. Верно. Риха в другой комнате. Мы должны спасти ее. Жесть. Ничего себе, Кейски успешный. Молодой человек оказался. Беру свои слова назад. Так, можно закончить серию. Как-то вообще коротко получается, да? Так, где она? Риха, это ты? Блин, это точно не Риха. Ладно. Не будем ее мучить. Кейски, поторопись и перешите веревки. Блин, как я это сделаю-то, уважаемая. Как вещи использовать, я забыл. А, все. Главное, не перерезать ничего лишнего. Риха, ты в порядке? Ты ранена? Я в порядке. Супер, пупер. Спасибо, Кейка. Я бы умерла, если бы не ты. Прости, что вырвать у тебя опасности. Не перешай за это. Я так рад, что в порядке, Риха. Вера, надо брать твою шарелье. Вот, держи его. Да, типа я уронил, когда этот парень напал на меня. Спасибо, Кейка. Ну и чем мы его носили? Эй, где Рил? Ты в порядке? Я еще его не видел. Или Кенту, полагай, не в подвале. Тогда поторопимся и посмотрим. Я хочу пройти по 60 секунды. Я хочу домой. Ну, домой это, конечно, можно. Жесть, это команда, наконец-то. Надо бы сразу так, а не разделяться. Кто-то же уверен, этот молодой человек, он не суперспортсмен. Что торчит из его кармана? Все-таки он больше дал, ученый. Заперти много времени проходит. У шестеро школьников-то его бы как-нибудь одолели. Так, может, какой-то ключ. Может, мы сможем теперь открыть Рёджи, который, кстати, находится как раз в том месте, где держат животных для опытов. Значит ли он, что он сам? Тот еще зверь. Блин, Кента ничего не сделал, получается. Кента. О, это вы? Рад, что ты в порядке. Кента, где ты был? Я искал ключ от камеры, но старпер видел меня. Поэтому я просто врядовался на складе. Серьезно, тоже были на складе? Ну, их же два, разве нет? Нашел бы другой склад. Он так, говорят, все это время смог найти ключ. Я хочу, скорее, до Ферёджи. Это все? Это он? Да, он был у этого парня. А, так у меня было смысл, что я искал. Блин, я бесполезен. Что говорит, чувак? Что мне защищает то, что у меня сейчас в безопасности? Если я шел за эти старико, сделал бы что-то, мог бы и не вернуться. Вот это было бы плохо. Так что не ной, не вырочи, а то он полезен ты или нет, проклятие. Не кричи на меня, у тебя такой буйный нрав. Хорошо, я открою буйный нрав. Отлично сказано. Ну что, Рю? Все. Все мстители в сборе. Ага, ну как я с собой, Рю? Я так рад, что в безопасности. Мне было так страшно. Прости, что беспокоил тебя, Рю? Нет, у тебя в порядке как-то едешь. Раш тоже в безопасности. Прости, Кенда. Дуй подарить тебя в опасность, позволив у тебя пойти одному. У тебя в порядке, не переживай. Еще хорош информацию, хотя здесь один информацию, что ты узнал. Начнем сегодня поделиться тем, что мы узнали. Сели в воскрешение. Парень с ножом убийца. И он не стармурай, хотя и на особняках. Блин, парень с ножом убийца, кто бы подумать. Ну да, и последняя страница дневника этого дворецка был датирован сегодняшним днем. Не просто той же самой датой в прошлом. Дорогие с вами это тело сегодняшнее. Он был убит прямо перед тем, как мы пришли. Так нас напали, потому что мы разлили этого безумного старика, снимая фотки. Блин, их не должен был, это вообще никогда снимать. Черт, я вообще не должен был сюда приходить. Ну и может, я не себя за это. У меня иду, никто не знал, что этот особняк в нем, в основном деле, заброшен. То он подумает, что этот все еще живет здесь. Старым парень с ножом владелец особняка Шиеки Мурай. Столой был у дворец Киенасы. Убийца в предложении ему, зац полицию, я полагаю. Он привел меня за Эмика, его дочь. Я уверена, Эмика был усиленом ходил на меня. Так что он убедил себя, что мертвая дочь была воскрешена его зельем. В любом случае, он должен убираться из этого места. Лифт, лифт здесь должен идти наружу. Здесь должен идти наружу, что ж не есть доказательство. Давайте попробуем. Эй, мистер Мурай, хозяин этого дома, правда убивает людей? Похоже, так говорилось с дневникой Дорецкой, который ушел к Кенту. Что-то не так? Нет. Ммм, будет какой-то твист в конце, возможно. Ну, там узнаем в следующий раз. Эта игра, я так понимаю, осталась совсем чуть-чуть. Но, учитывая, что тут есть еще и другие концовки, если кто-то погиб, я думаю, будет смысл. Так, ну, все, это уже в следующей серии вместе посмотреть. Я надеюсь, вам понравилось. Ну, учитывая, что мы даже 100 просмотров теперь не набиваем. Наверное, не очень. В любом случае, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и так далее. С вами был Вангард. И до новых встреч, друзья. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok